Я должен отметить, что меня всегда тяготило это негласное сотрудничество, поскольку я отдавал себе отчет в том, что я делаю, но, к сожалению, обстоятельства вынуждали меня продолжать эту деятельность. Кроме того, я должен сказать, что Николай Ботезату использовал меня в качестве журналиста. В частности, я по роду своей журналистской деятельности время от времени встречался с представителями зарубежных посольств и международных организаций, аккредитованных в Кишиневе. Ботезату всегда интересовало, он всегда требовал от меня узнать, спросить у данных представителей зарубежных, что соответствующие государства намерены предпринять, допустим, в рамках переговорного процесса по Приднестровью. Готовы ли соответствующие государства оказать давление на Приднестровье? Или, с другой стороны, готовы ли эти государства проявить большую лояльность по отношению к Молдове? Вот такого рода. Я должен заметить, что год от года вот это сотрудничество со службой информации для меня оказывалось всё большим и большим, ну, бременем таким психологическим для меня, поскольку я, ещё раз подчёркиваю, я сотрудничал с ними против своего желания, и я был искусственно поставлен в определённые обстоятельства с их стороны и вынужден был идти по этому пути. И с этой точки зрения для меня очень позитивным оказался 2009 год, прошлый год. Дело в том, что я сумел пройти сложнейший этап отбора на соискание вакантной должности в секретариате ООН в Нью-Йорке. Я прошёл три этапа отбора, и в октябре 2009 года узнал о том, что включён список успешных кандидатов. То есть я с тех пор находился в режиме ожидания и ждал приглашения на занятия в вакансии в секретариате ООН в городе Нью-Йорке. Для меня это событие было очень важным не только с точки зрения моего карьерного роста, моей самореализации, перспектив для меня и для моей семьи, но и с той точки зрения, что я надеялся таким образом прекратить сотрудничество со службой информации безопасности, которое мне всегда тяготило. Однако, к сожалению, ситуация приняла совершенно другой оборот. И когда я сообщил об этой новости Николаю Батизату, он заявил о том, что мне не удастся прекратить с ними сотрудничество, и что я, более того, я по приезде в Нью-Йорк, я должен буду продолжить свою вот эту вот негласную работу, только теперь уже против других государств, в том числе и в первую очередь против Российской Федерации. Меня такой поворот дел полностью шокировал, так как я ещё раз подчёркиваю, в мои личные планы не входило ничего, кроме простой работы для самореализации в Нью-Йорке. Я не собирался работать в ООН против кого бы то ни было, тем более против Российской Федерации. Я тогда понял, что ситуация принимает уже слишком серьёзный для меня драматичный оборот. Я начал думать, как можно из этой ситуации выйти. Но вот, к сожалению, получилось так, что я был задержан сотрудниками Министерства госбезопасности Приднестровья 7 апреля этого года. Министерство госбезопасности изобличило мою деятельность, данную деятельность. Я сейчас уже понимаю, что это произошло во многом по той причине, что в своё время Служба информации безопасности Республики Молдова не уделила должного внимания вопросам безопасности, не уделяла вопросам морали, нравственности, должного внимания. Грубо говоря, меня просто вытолкнули на минное поле и сказали, ну, будь осторожен. То есть, как выкручиваться, как соблюдать безопасность, не было бы предоставлено самому себе. Я как-то вспоминаю разговор с самим Ботизатой. Он признался в том, что в службе информации безопасности Молдовы, извините за выражение, царит полный бардак, потому что там существуют определённые политические фракции, там нет единства стратегической какой-то линии, стержня, и что сотрудники туда набираются не по принципу профессионализма и компетентности, а по принципу личной преданности и верности. Сейчас, по прошествии времени, я уже понимаю, что все эти факторы при попустительстве в службе информации безопасности, при их наплевательском отношении к моей безопасности, привели к тому, к чему привели. То есть, они не интересовались мной как человеком, я был нужным просто как источник информации, как пушечное мясо. Я в связи с этим могу только посочувствовать тем людям, которые могут или могли оказаться в такой же ситуации, что я, то есть, допустим, учиться в Хишинёве или по роду деятельности часто находиться в Хишинёве, поскольку все они так или иначе могли или могут оказаться в поле деятельности или зрения службы информации безопасности со всеми вытекающими последствиями. Драматизм ситуации также заключается в том, что я изначально, когда вынужденно шёл на сотрудничество со службой информации, я думал о безопасности своей семьи, своих близких, но в итоге я оказался жертвой обстоятельств, и сейчас я же сам своими же действиями подверг своих близких опасности, за что я прошу моих родных меня извинить, потому что так получилось, что тогда я считал, что защищаю своих близких, а в итоге получилось, что вышло ещё хуже. Я также считаю, что моё изобличение, моё деятельность было, ещё раз подчёркиваю, в многом предопределено безответственными и халатными действиями службы информации безопасности, которые не заботились обо мне. И, наверное, так оно и должно было случиться, если они изначально так поставили работу со мной. Вот я так могу сказать. Я хочу сказать, что я не враг Приднестровья, я не враг государственности Приднестровья, я показался жертвой обстоятельств, которые они мне искусственно поставили, и поэтому я хотел бы подчеркнуть, что каждый, кто, как и я, учится в Кишинёве, опять же скажу, или выезжает в город Кишинёв, каждый может оказаться в подобной ситуации, в подобных обстоятельствах. Я могу этим людям только посочувствовать и сказать им быть предельно осторожнее. Вам представлены фотографии сотрудников службы информации безопасности Республики Молдовы, которые, по заявлению Варданяна и Эрнеста Артуровича, принимали непосредственное участие в его вербовке в качестве агента СИП-РМ.